Пересчитать и окольцевать. Окружные орнитологи провели инвентаризацию пернатых. Лето – жаркая пора для работников заповедника Ненецкий. В это время на тундровые просторы возвращаются зимовки перелетные птицы. А это значит, пришло время подсчета и кольцевания пернатых. В начале июня такие работы провели на кордоне костяной нос. За несколько дней было окольцовано более сотни воробьинообразных. В июле подобная работа будет проведена и с гусинообразными. Так поёт один из самых распространённых в наших краях представитель вида воробьинообразных камышов-кабрсучок. В начале лета в заповеднике Ненецкий этот вид пернатых, а вместе с ним и куликообразных, посчитали и окольцевали. А тлов проходил на кордоне костяной нос в районе коровинской губы. В этом году в сети орнитологов попалось почти 130 птиц 16 видов. Самые частые – чечётки обыкновенные, пеночки-веснички, камышовки-барсучки и белохвостые песочники. Были и необычные встречи. Так в сети попались семь снегирей, причём все самцы. Снегири у нас входят в список видов птиц, которые присутствуют на территории заповедника. Но последний раз они отмечались в начале 2000-х годов. Также нам попался в сети хищник малый, дербник, который в такие сети вообще не должен попадаться. Но, скорее всего, он летел, наверное, за добычей, за маленькой птичкой. Работы по подсчёту мелких пернатых завершились. На очереди более крупные виды. Особое внимание будет уделено малому тундровому лебедю. Этот вид занесён в Красные книги России и нашего региона. На территории заповедника обитают около 15 тысяч особей. А кольцевание планируется провести на острове Ловецкий в августе. В это время малые лебеди линяют и теряют способность летать. И отлов происходит таким образом, что мы выезжаем на мелководье коровинской губы и большими сачками с лодок ловим им. Они не взлетают, мы их отлавливаем, складываем в лодку, транспортируем к берегу. И, собственно, где и происходит наше кольцевание. После того, как на лапке лебедей будут одеты кольца, номера занесут в специальную базу. Это помогает отследить весь путь птиц во время сезонной миграции. Лето – это не только подсчёт, но и время, когда пернатые выводят птенцов. Встретить малышей можно как в лесу, так и в черте города. Наиболее распространённые виды – воробьи, голуби и чайки. Но орнитологи предупреждают – ни в коем случае не трогайте птенцов. Лучше пройдите мимо. То, что вы не видите рядом летающих родителей у этого птенца, это не значит, что родители их бросили. Они обязательно где-то рядом находятся, они следят за своим птенцом и никогда его не бросят. В этом году неравнодушные горожане уже приносили в заповедник птенца чайки. Но сотрудники посоветовали отнести малыша обратно. Ведь выкормить птенцов тяжело даже специалистам. А простым людям, незнакомым со всеми тонкостями, самостоятельно и вовсе не получится. Птенец просто погибнет. Вырасти и превратиться во взрослую птицу он сможет только благодаря заботе и уходу своих родителей. А уже через год вернётся обратно в наш регион, чтобы вывести своё потомство. Доказательством тому, что птицы возвращаются обратно, служит неоспоримый факт. В эту экспедицию орнитологи встретили птиц, окольцованных в прошлом году. Они вернулись, перезимовав в южной части континента.